Мои дорогие, я обещала рассказать вам о книгах, как я их пишу. Многие спрашивают, на это у меня всегда мало времени, потому что, ну что рассказывать, написала и написала. Многим интересно, как вот я вот, ну, самым главным своем бестселлера, Пим, правил граммироздания, я уже рассказывала много раз, что я его писала в самое большое количество времени, два с половиной года. Обычно книга у меня одна в год, бывает по две книги в год. Да, вот, они замечательные книжечки, тут мои бестселлеры висят. Ну и давайте я, в общем, расскажу вам. Самая первая моя книга, она по-другому тогда называлась, это переиздание, мне ее выкупило АСТ, издательство называлось, она тогда привычка, кто ты враг или друг. Это чистая была психология, потом я ее дописала, немножко про психологические вещи добавила. Ну и, соответственно, до сих пор это моя первая книга. Она для меня, она является достаточно очень крутой. Обычно первые книги как-то, знаете, не так воспринимаешься, с какой-то критикой и так далее. Ее уже изменили название самоиздательства, «Измени привычку, встань монстром успеха, как научиться управлять своим ресурсами, временем, возможностями». Вот, и здесь очень классно, много цитат, очень много примеров, домашнее задание. Здесь действительно тренинг, бук-тренинг я его тогда называла. Прям вот много с домашками, разрешите измениться, очень много техник, упражнение, как если бы, было бы. Надо еще много чего-то отсюда взять, потому что это вот прям кладезь-кладезь материалов. Даже можно сделать по нему реально какой-то еще дополнительный тренинг. Например, контроль детей и близких о чрезмерном контроле. Пример неправильного поведения. Очень классно, и написала я ее тоже достаточно быстро. Там даже картинки какие-то есть. Вы знаете, во всем есть технология. Всегда и везде. Всегда. Причем, например, надеюсь, видно? Нет, потому что я сама себя не увижу. В этой книге есть технология. То есть я писала по тому, как нас учили в университете практической психологии. И плюс дополнительно, там нас вообще учили писать, как писать статьи. И вот этому сейчас я обучаю ребят в своей академии, кто идет на эксперта, кто хочет себя продавать как эксперта, хочет себя позиционировать и самопрезентовать. Вот. И плюс я взяла книгу. Очень такую интересную. Я вам сейчас ее посоветую, порекомендую. Она очень простая и легкая. Всего лишь там, по-моему, 40 с чем-то страниц или 60. Волкова. Вот не помню имя. Как написать книгу? Я просто ее открыла, прочитала главу, написала свою главу. Прочитала вторую главу, написала вторую главу. Прочитала следующую главу, написала саму следующую главу. Там все четко написано, чего нужно, как и делать. Потом, естественно, идет оформление. Очень долго, когда книга пишется, там вообще обычно бардак. По крайней мере, у меня. Там вообще все вот так вот. Одно. Вот знаете, вот если взять сырой материал книги, там будет желтыми выделенными, значит, цитаты одни, зелеными другие. Разные, значит, это будут шрифты, потому что ты какой-то материал берешь из старых своих закромов. Там у меня везде где-то какие-то статьи. Взял оттуда статью, вставил сюда, это сюда, это понял, сюда не переходит, не вставляется она вообще, вот она никак не бьется с этим текстом, ты ее выкидываешь. А из-за того, что ты выкидываешь один абзац, у тебя вообще смысл уходит. Ты начинаешь вот этой связочки делать и так далее. То есть потом идет редактирование и оформление. То есть сначала редактирование, потом оформление. Оформление там, цитаты правильно подбирать нужно. У меня каждой там главе, подглаве обязательно какой-то юмор, какая-то цитата смешная. Очень много притч, очень много образных вот этих оборотов, которые люди любят. И все вот это там написано. То есть вот эта моя книга, она была такая, ну, нас, во-первых, и как бы в университете учили, мы целенаправленно к этому шли, мы очень много писали статей. И когда ты пишешь много статей, то, соответственно, потом рано или поздно у тебя это оформляется что-то в большой. Несколько взял статьи, объединил, как у меня так это было. Книга моя «Кто больше? Непланетяне мужчина или женщина?» Маленькая такая брошюрочка. Она вот как раз у меня и была. То есть маленькая была статья, потом я добавила вторую статью, третью, четвертую, они объединились, и у меня получилось порядка, наверное, 60 страниц. Я понимаю, что это уже не статья, ну куда это, 60 страниц, это уже мини-книга. Потом добавила еще иллюстрации того-сего. Студент мой знает, о чем я говорю. И, соответственно, потом это все оформилось в маленькую книжечку. Вот, например, вот эта книга, она мне в закромах 8 лет лежала. То есть я ее писала как статью. Тоже порядка, наверное, 90 страниц там было. Но это вордовских. Здесь всегда, если ты печатаешь, оно гораздо получается больше. И до еще того, как я училась писать статьи, вот просто я собирала материал очень долго к этой книге. Изучала очень много мировоззрений, христианства, другие какие-то религии, которые еще были до всего вот этого. И вот это все в основу этой книги легло. То есть это вот как раскреститься, вообще вся правда о христианстве, и вообще о религии. Есть даже, в общем, что она делает, и какие якоря у нас составляет. Чувствую вины сквозь века. Я никогда не шла под моду каких-то там, как обычного издательства, когда они вот нужно вот это сейчас тренд, обложки, названия и так далее. И вот это у меня всегда рождались названия практически сразу. И, соответственно, обложки мне тоже приходили свыше, и они всегда нестандартные. Например, взять, мы навсегда не насыщие друг с другом, да. Долго мы ее собирали с моим дизайнером, Леночкой Чернышовой, в общем, каждая деталь, она была выверена. У меня даже есть картинки, из чего мы это все приблизительно, я объясняла, что я хочу. И у нас в итоге получилось. И, кстати, первая партия у нас без мантры. А потом думаю, что здесь не хватает. Думаю, надо же мантру. А мантра, кстати, еще старая. Вот надо, когда будем пересдавать, уже новую мантру сюда вставлять. Вот. Ключ ко всем дверям, она вообще родилась у меня за поездку от Черного моря до Москвы. То есть я ехала, и в дороге я ее практически написала. Как? Значит, просто. Ну как можно такую книгу написать? Когда ты уже написал не первую книгу, то тебе нужно сначала выстроить скелет, структуру. То есть это содержание, то есть первое, второе, третье. И когда ты часто уже пишешь, у тебя что-то есть начало, что-то есть в конце. И там, главное, тебе нужно понять структуру самой книги. Скелет. Вот содержание, когда вы читаете, да, вот, собственно говоря, вот это содержание накидал основные главы. И потом ты эти главы начинаешь наполнять. То есть, и вот я пока ехала, я основные главы накидала. То есть у меня семь шагов к исцелению. Вот я приблизительно накидала. Под каждый шаг я знала, что я буду там писать. И пока, я помню, еще сын, пока мы ехали, он говорит, что делаешь? Я говорю, да книгу написала. Он говорит, какой? Да вот, ключ ко всем дверям. Меня очень долго прям вели к этому названию. Это целая история. Это нужно прям целый вебинар устраивать. Как мне высшие силы носом прям тюкали в этом названии. Аж семь раз я ступила, никак не могла понять. И потом мне уже прям для особо одаренных показали, рассказали, как должна она называться. Ну, а правила игры, когда я ее писала, два с половиной года, это было очень сложно. Это было очень тяжело. Все мои близкие знали, когда в свободное время есть, они мне звонят. Ты что делаешь? Я говорю, пишу концепцию. Рабочее название, это была концепция. Концепция мироздания. Ну, потом вот пришло вот это название правила игры мироздания. Она более понятна. Сразу понятно, о чем речь. Вот. И два с половиной года меня подтолкнул один очень мой интересный и хороший друг. Он говорит, пора все твои законы, где ты раскидываешь в разных книгах, потому что многие говорят, вот там повторение есть. Это здесь просто собрано. Из тех книг, частично что-то оттуда. И здесь структурировано. То есть все, что у меня раскидано было, я собрала здесь. И все это выверено прям от самого такого простого нашей души, хотя она простая, она не простая, от простого организма, тут имеется в виду, более простого, до сложных систем и как с ними взаимодействовать и законы, по которым взаимодействуют все вот эти существа. То есть это, сначала я вообще не могла подойти к этой структуре, как вообще ее писать. А вот сейчас вот кажется, все так просто, логично, все говорят, это гениально написано, это настолько просто, это настолько понятно, но особенно для людей, кто в теме, многим трудно даются какие-то термины эзотерические и так далее. Но кто вот в этих терминах уже давно, в этой теме уже плавает давно, то, соответственно, это понятно. И говорят, очень просто, гениально написано. Все благодаря моей дислексии. И я когда поняла, зачем она мне нужна, потому что у меня более простое изложение языков слов и предложений, у меня инверсии слов, инверсия у меня вообще всего, слов, букв, предложений, абзацев, все это не там, где должно стоять. Но это неординарное решение, в том числе, это, кстати, хорошая связь с космосом, тоже благодаря вот этой дислексии. И так как я не могу очень заумно написать, потому что я одни законы мироздания читала, друзья мои. Я вроде как разбираюсь в этом, но даже я когда читала, это, знаете, мозг за разум и за мозги вообще заезжает. Ты вообще не понимаешь, о чем вроде написано по-русски, но ничего не понимаешь. А здесь только благодаря, что мой мозг очень просто устроен, в плане обработки информации, то, что я сама не понимаю, я не могу это переложить. То есть я до себя упрощаю, но я могу прочитать и понять. И изложить это для меня гораздо проще, в очень такой простой форме. И вот поэтому все так легко и усваивается. И главное, все это на эмпирическом мировоззрении основано. Эмпирическое мировоззрение – это опыт людей. То есть многочисленные исследования повторяются у большого количества людей, тогда ты веришь этому, что это действительно, ты же видишь, что это же так же работает у тебя в твоей жизни. Вот так постепенно, постепенно писала. В этом году, я не знаю, наверное, в прошлом году была у меня книга. Это про вождение. В этом году, причем спонтанно, некоторые книги рождаются. Одна у меня на очереди стоит, она забуксовала. По отношениям я ее писала в прошлом году, вы знаете. Еще одна стоит, контракт моей души по предназначению. Не знаю, когда к ней подберусь. Я вообще, честно говоря, вот эту структуру, которую давно написала, я ее потеряла. Я до сих пор ее найти не могу. А сидеть, по-новую выстраивать, это нужно действительно погружаться в поток. Многие спрашивают, как вы пишете. То есть есть два, даже не два, несколько моментов. Первое, это сначала ты должен из тех знаний, которые ты имеешь, выстроить структуру. И потом под каждую, допустим, главу содержания ты уже понимаешь. То есть это может быть в потоке, это может быть в медитации, это может быть перед сном. А вот это вот понятие, потом уже начинает, то есть саму структуру, потом начинает в этом содержании метаться вот эти первые глава туда, это сюда, это вообще не надо, это выкинуть, это сюда вставить и так далее. То есть идет вот такая рокировка. Знаете, когда презентацию делаешь, вот эти блоки, то туда, то сюда, то здесь. То есть вот такая вот история. И книга действительно затрачивает, заставляет затрачивать очень много времени, энергии. Почему? Потому что ты погружаешься в поток. У тебя загружается очень большой объем информации в этот момент, и ты должен вот в голове, понимаете, очень трудно в книге вот там вот это все перекидывать. Да, у тебя структура с одной стороны вроде как есть, там слева, там в Word когда-то, ты отбечатаешь. Но в любом случае, пока ты пролистаешь, пока это, и ты должен весь материал держать в голове. И вот когда ты его держишь, да, это такое погружение, то есть тебя только выдергивают какие-то дела. Сейчас очень у меня многозадачные проекты, очень много нужно внимания и времени уделять. И вот я начинаю выдергиваться оттуда, и уже все, этот поток как бы утерян, вот эта структура, она выходит из головы, и ты начинаешь опять погружаться туда. И моя мечта уезжать куда-то книги писать вообще отдельно, чтобы меня никто не волновал, и чтобы я вот сидела, но это, знаете, мечта. Это мечта, чтобы тебя неделю, две, три месяца, тебя никто не трогал, а ты сидел только писал, писал и писал, и писал. А так, по сути, любая книга написалась где-то порядка трех-четырех месяцев, если вот так вот. А потом это уже редактирование, структуирование вот как раз за три-четыре месяца, потом очистка этого материала, редактирование, потом оформление в конце, потом издательство, это долгая история, и там поэтому выходит она в год. То есть три в месяц где-то на написание, плюс-минус, три-четыре, даже шесть бывает на вот эту всю структуру редактирования, и где-то там три месяца-два на издательство. Вот так у меня пишутся книги. Это в моем личном опыте. Конечно, у издательства гораздо быстрее они это делают, у них там целая команда на одной книге сидит. Они издали очень быстро. Они взяли, переделали какие-то моменты, переоформили, я там что-то дописала, я утвердила, дополнили, и быстренько сделали обложку, и выкинули в продажу. Это единственная книга, которая есть в магазинах земных. В плотном плане все остальное, конечно же, это Валберис. И у нас они продаются с моими подписями, с моими автографами, с мантрочками, с ключиками, с какими-то приятными, хорошими, замечательными для вас бонусами, мои дорогие. Это только тогда, когда вы заказываете лично мне. Причем книги за последние годы у меня нет повышения. У меня наоборот даже, вот я уже рассказывала, что понизило стоимость для того, чтобы по акции вы могли купить дешевле. Но так как у нас все дорожает, у нас давно подорожало, когда началось СВО, и книги взлетели тогда очень сильно, потому что все импортное подорожало. А бумага белая идет только за границей, с Финляндией в основном, это оттуда. И все подорожало, все карты подорожали, все книги подорожали, все подорожало. Но у нас оно держится. Так что, мои дорогие, еще у вас есть время, чтобы заказать что-то, что-то приобрести. Потому что рано или поздно мы все равно будем поднимать цены. Потому что, ну, правда, там уже запредельные цены на печатание. Люблю вас. Вот моя...